Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Добрый вечер, дорогие телезрители! Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире передача «Добрый вечер, Гомель» в студии Александр Гамоля и Светлана Князева. У архитекторов всего мира и ценителей архитектурных шедевров сегодня профессиональный международный праздник – Всемирный день архитектуры. Он был учрежден Международным союзом архитекторов, который был создан сразу после Второй мировой войны. Тогда его задачей стало разрешение насущной проблемы восстановления разрушенных войной городов. Сегодня Международный союз архитекторов насчитывает около ста национальных секций и более миллиона архитекторов. Итак, мы начинаем эфир передачи «Добрый вечер, Гомель», посвященный Международному дню архитектуры. В 1950 году треть жителей планеты жила в городах. Лишь 50 лет спустя эта цифра увеличилась до 1,2 и, по прогнозам, к 2050 году будет увеличиваться до 2,3. Таким образом, сейчас города являются домом для половины жителей планеты. Над преображением нашего любимого Гомеля, а также районных центров, каждый день трудится профессиональная команда архитекторов, дизайнеров и скульпторов. А руководит ими начальник управления архитектуры и градостроительства по архитектуре и строительству Гомельского областполкома, главный архитектор Гомельской области Светлана Кухацковолец. Светлана Николаевна, поздравляем вас с профессиональным праздником, Всемирным днем архитектуры. Спасибо. Желаем вам неиссякаемого источника творческих идей, новых проектов и энергии, чтобы реализовать все задачи. Спасибо. Светлана Николаевна, расскажите, пожалуйста, о самых таких масштабных проектах, которые реализованы на Гомельщине за последние годы. Ну, за последние годы, я бы так сказала, что, конечно, очень много преобразилось районных центров. Они стали значительно красивее, появились в них новые объекты. Это такие, как, допустим, в Жлобине, это гостиница новая, абсолютно построена в рекордные сроки. ДК Металлургов, бульвар, парк. Такие же объекты были построены и обновлены в городе Ельске, в Чечерске. Мы преобразовали город Ельск, Лоев, вместе с тем, что и произошла реконструкция мемориала «Битва за Днепр». Это достаточно такой уникальный, красивый объект, который является гордостью не только нашей области, но и достоин, конечно, значительного внимания во всем мире, можно так сказать. Потому что очень получилось красиво и интересно. И я думаю, что это дань памяти павшим воинам в Великой Отечественной войне. Также хочу сказать, что, конечно же, наш областной центр преобразился. Мы в этом году приобрели шикарную набережную, которая является подарком в Дню города для всех наших гамильчан. Это очень самый красивый, такой достойный объект. Вы видите, что, конечно же, вводятся в эксплуатацию объекты торговли. В новых микрорайонах строятся небольшие шаговые доступности магазины. Также в Парижском шоссе в этом году введен отличный торговый комплекс, в котором сейчас размещается один из самых больших еврооптов нашего региона. Ну и, естественно, что, учитывая то, что у нас, конечно, есть проблема с транспортной инфраструктурой города, видите, что в последнее время ведутся работы по расширению центральных улиц города. Эта работа только начата, она будет продолжаться. И мы сделаем центр удобным как для жителей, как для пешеходов, так и для водителей, чтобы он, конечно, у нас был достаточно таким, который мог пропустить пропускную способность нашей большой автомобилизации города. Да, увеличенной. Да, вы знаете, действительно, преображаются наши населенные пункты. Вот по роду деятельности своей выезжаем в командировки на районы, видим все, насколько красота наведена. И люди очень довольны, отзываются, что любят каждый свой городочек. Ну, действительно, есть за что. Вот и благодаря, в частности, всем архитекторам, строителям, дизайнерам. Так что спасибо вам, наверное, от всех жителей нашей области. Все стараются, конечно, и все очень рады тому, что преображается среда, города красивеют, города радуют людей, и все с удовольствием приезжают. И это отмечают как гости, так и сами жители городов. Это приносит определенную радость. Это самое главное. Светлана Николаевна, мы знаем, что на 2016 год утвержден план генерального строительства. Расскажите о нем немного. Какие новостройки появятся у нас в областном центре? Ну, значит, если смотреть по жилищному строительству, это прежде всего, конечно, ну, мы будем продолжать застройку уже начатых к освоению площадок под микрорайоны 59, 96, 94. Также, как бы, мы изыскиваем те территории, где, возможно, с учетом сноса разрабатываем детальные планы реконструкции улиц, основных въездов в наш город. Вот уже, как бы, ведется работа под застройкой улицы Ильича, улицы Богдана Хмельницкого. Мы все знаем, что на основных магистральных улицах у нас там частный сектор. Естественно, что он ветшает, и такой областной цент, как город Гомель, он достоин более таких красивых, достойных въездов в город. Эта работа такая достаточно, конечно, большая, потому что снос – это удовольствие не из дешевых, поэтому эта работа, как бы, только начинается, она будет продолжена, и я думаю, что, конечно, преобразуется наш город, станет красивее. Мы работаем над новыми площадками под строительство. Это Южный, это Плесы. Но эти площадки, они, как бы, можно так сказать, дорогие, они требуют намыва. Это все, конечно, очень дорогая подготовка, поэтому это площадки – освоение наше будущего. Кроме того, у нас в этом году разрабатывается, корректируется генплан города Гомеля, которым предусматривается перспектива развития, новые площадки. И после утверждения у нас уже будет точно намечен план конкретный, куда мы идем, где мы будем строить, ну и как будем строить. Это наша задача, это наша цель, к которой мы, в общем-то, идем и видим перспективу преображения нашего города. И наши площадки новые будут, все будут очень красивые, потому что все архитекторы с удовольствием работают над тем, чтобы новые микрорайоны были красивыми, с новой архитектурой, с новыми инфраструктурными объектами. Так что нас ждет впереди интересная работа. И это здорово. Слава Николаевна, скажите, вот регулярно, так достаточно, у нас в городе появляются новые торгово-развлекательные объекты, а вот на следующий год, 2016, порадуете чем-то наших гомельчан? Ну, у нас действительно, у нас есть очень много задумок, и есть инвесторы, есть уже заказчики по определенным площадкам. Это прежде всего у нас в центральной части города, на привокзальной площади, имеется так называемый рынок Курчатовский. И там уже появился инвестор Алми. Они вот сейчас работают над эскизной проработкой. Мы, конечно, постоянно этот объект обсуждаем на градостроительном совете, для того, чтобы там был действительно достойный объект, который, потому что это центральное место города нашего. То есть на месте, как в народе говорят, пятачка появится в шикарном магазине Алмы? Появится, да. И в структуре которого, в общем-то, предусматривается Макдональдс. Тот объект, который очень-очень ждут жители нашего города, особенно молодежь. Да, особенно молодежь. А как это актуально возле вокзала, когда студенты приезжают и уезжают? Конечно, это да-да-да. Это такое достаточно активное место. Надо сказать, там уже много появилось предприятий общественного питания, но Макдональдс лишним не будет. Да, мы тоже так считаем, потому что всегда люди задают этот вопрос, где, когда, ну вот, в частности, вот такая идея имеется. Потом у нас планируется на улице Барыкина тоже огромный торговый центр. На пересечении улицы Советская и Ефремова два объекта торговли. Корона и непродовольственные группы товаров объект. То есть, как бы, в областном центре достаточно вот таких площадок, которые вот уже, они начинаются уже осваиваться, уже приступаются к строительству. Ну и также будут торговые центры и в 104 микрорайоне, и в 59 микрорайоне там. То есть, ну, как бы, я думаю, что жители нашего города не будут испытывать недостатка в объектах торговли и культурно-развлекательного назначения. Скажите, пожалуйста, а вот в районе улицы Барыкина планируется снос жилого сектора, да, под застройку торгового центра? Да, у нас же идет реконструкция улицы Барыкина. Это действительно по генеральному плану и по проекту детальной планировки, который разработан на эту территорию. У нас предусматриваются там торговые центры, и вся застройка улицы Барыкина – это с учетом сноса частного жилого сектора. Пока еще неизвестны сроки, да, вот, может быть, реализации? Сроки, ну, уже в стадии проектирования, и что касается жилищного строительства, то уже мы приступаем к строительству жилого дома. Конечно, это уже, ну, задача и работа этого и последующих годов. Я думаю, что в ближайшее время преобразится улица Барыкина, станет достаточно такой красивой, современной, потому что очень красивый проект. Ну вот на улице Барыкина, неподалеку от кинотеатра «Октябрь», мы уже наблюдаем строительство, там огорожена территория, выродка Тлован. Что там будет на этой улице? Да, там заказчик выступает УЗ Гомельского горе-сполкома, и строится 10-этажный жилой дом со встроенными помещениями на первом этаже объекта торговли. Это один из тех, которые в последующем появятся? Да, да. В ближайшем будущем еще рядом будет дом, ну и так далее продолжится работа. Это как бы первая очередь застройки улицы Барыкина. В городе Гомеле все чаще появляются торговые центры, развлекательные центры. Скажите, вот на месте бывших заводов, это завод измерительных приборов, и Гомельский подшипниковый завод, что-нибудь появится, там планируются новые объекты? Ну, уже в ближайшем, вот сейчас ведутся работы по, значит, реконструкции зданий шарикоподшипникового завода под торгово-развлекательные центры. Это будет центр, где будет и торговля продовольственной группы товара, и промышленная, и фитнес-центр, и кафе, то есть такой как бы комплексный торгово-развлекательный центр. Ну, как бы, очень достаточно такое центральное место в городе, хорошая транспортная связь, я думаю, этот объект нужен городу, и встроится. Единственное, что, конечно, как сейчас эти все застройщики испытывают какие-то неопределенные моменты с реализацией этого проекта, но я думаю, что в ближайшее будущее данный объект будет введен в эксплуатацию. Светлана Николаевна, вот несколько лет назад жителями Гомеля поднимался вопрос о создании в городе пешеходного бульвара. Что можно по этому поводу сказать? Он рассматривается, либо... Да, я хочу сказать, что, конечно, эта идея очень интересная, и она как бы никогда не уходит от нас, но так как бы создана планировочная структура центральной города, центральной части города, что очень сложно определиться. Мы были в поиске этой и планировали улицы Победы, и потом Комсомольская, рассматривали всевозможные варианты. Но у нас, в общем-то, появилась альтернатива пешеходной улице. Это наша набережная. Такой пешеходной улицы, которая у нас есть в подарок городу, нет ни в одном городе. Поэтому как бы от темы не уходим, но пока вот так вот. Тема того, что у нас есть прекрасная набережная, и она нам доставляет удовольствие в части того, что она достаточно протяженная, интересная. И единственное, что, конечно, она будет насыщена более интересными объектами, чтобы на протяжении всей пешеходной части было куда зайти, посидеть, где-то что-то посмотреть там и так далее. А если не секрет, какие это объекты уже есть? Но мы еще работаем над этой темой. Ну, как бы по самой генеральной схеме мы планируем там объекты питания, потому что, как бы, такие объекты необходимы были бы. Детские какие-то еще дополнительные комплексы игровые. Гости, а также гамильчане, отмечают, что город у нас достаточно яркий, много красок, имеется живопись на фасадах зданий. Но, тем не менее, некоторые микрорайоны все-таки обращают глаз своей серостью. Есть ли какие-то планы по уходу от этих вот серых мрачных цветов? Ну, уже таких, наверное, микрорайонов очень мало осталось. Может быть, да. Те, которые новые строятся, они, конечно, у нас достаточно такие интересные по цветовой гамме. Достаточно впечатляют своими красками. И, в общем-то, мы как бы стараемся уходить от серости. И, конечно же, вот в последнее время мы работаем не только над новыми микрорайонами, но мы и над центральной частью города. Вот вместе с гореисполкомом и с проектными институтами нами даны предложения по восстановлению цветовой гаммы центральных улиц города. Это проспект Ленина, Советская, Победы. С учетом даже возможности включения декоративных каких-то элементов, чтобы как-то в единой цветовой и архитектурной пластике решить вот эти все наши улицы, чтобы центральная часть была необыкновенно красивой, такой привлекательной и достаточно такой активной в части цветовой композиции фасадов. Но, а что касается тех микрорайонов, которые уже, в общем-то, существуют, естественно, ведется постепенная и термореновация фасадов, и, естественно, обновление покрасок фасадов. Так что эта работа такая продолжительная, она велась, ведется и будет вестись. И, естественно, конечно же, цветовая гамма фасадов, она уходит от серости и приобретает, конечно, достаточно яркие, интересные решения. Наши корреспонденты побывали на улицах областного центра и поинтересовались у горожан о том, каких объектов не хватает в городе, что еще нужно построить. Итак, внимание на экран. Ну, что все почти есть. А какие объекты, учреждения? Ну, спортивных объектов достаточно. И культурных, я думаю. Мне кажется, что у нас не хватает многофункционального парка. А в парке – аквапарка, чтобы где было отдыхать населению города Гомеля. Дорог хороших не хватает. Как бы, ну, сейчас строят, но я считаю, что нужно еще больше нормальных дорог и парковочные места, потому что реально не хватает. Такого общепита, как Макдональдс, типа, да, в принципе, есть что-то подобное у Гомеля, но по ценовым категориям это достаточно неприемлемо для меня. Нынешней молодежи очень мало уделено внимания ее досугу. То есть я хотел бы, чтобы в городе Гомеля было больше спортивных учреждений. Ну, бесплатных. Ну, например, ну, такие клубы, как баскетбольный, волейбольный. Ну, я увлекаюсь бильярдом, поэтому бильярды хотел бы клуб. И, кажется, сельмаш нуждается в какой-то реконструкции. Вообще не хватает не то, что зданий, сооружений, а именно детских площадок. Глядя, вот, заходя во двора всякие, смотришь, там вот ее железные старые горки стоят, еще всякое стоит, и качели непонятные. С детьми негде не благоустроено для маленьких детей детские площадки. Особенно в старых микрорайонах. Да, и в центральных тоже. Вот в новых микрорайонах, там, в Лотове, еще где-то там неплохо обустроены. Больше зон отдыха, и все. Знаете, чтобы у парка было больше аттракционов новых, это самое главное для наших детей. Я была родить здесь. Уже здесь начинается, уже совсем приятно посмотреть здесь. Бездную дорогу, чтобы меньше было пробок. Аквапарк. А чего не хватает еще? Микрорайонов, общежитий побольше. Общежития, да, и получше общежития условия для проживания студентов. Я думаю, нам не хватает метро. Так город сильно, хорошо развит. В принципе, ничего, все нормально. Молодежи не хватает места для того, чтобы проводить достойно свое время. Например? Ну, например, мне бы хотелось, чтобы молодежь больше, мне кажется, в футбол больше играла, чтобы развивался все же этот спорт в Гомеле. Есть парочку студентов, конечно, но на них простых ребят, я думаю, не пустят для того, чтобы не поиграли. Ну, может быть, улицы шире сделать. В Минске же, вот когда я была, там улицы шире, удобнее передвижение. Здесь такое ощущение, что перенасыщен город, людей много, транспорт забит, как бы, может быть, такая проблема. Светлана Николаевна, с чем можете согласиться, как бы, с каким мнением наших горожан? В принципе, я считаю, что, конечно, желание и реальные возможности, конечно, мы стараемся все делать для того, чтобы вот эти все проблемы, которые были озвучены в репортаже, они у нас реализовывались. Ну, как минимум, уже появится Макдональдс, появятся у нас, шире станут дороги. Конечно, потому что увеличились парковочные места, особенно в центральной части. Вот строятся и паркинги, и по проектам у нас велосипедные дорожки планируются для того, чтобы создать. Ну, не везде они, конечно, возможно, но, тем не менее, все равно мы стремимся к тому, чтобы это все у нас реализовывалось. Ну, единственное, что аквапарк, это, конечно, такой объект, у нас есть место. Мы постоянно эту площадку выставляем в районе Ледового дворца, в районе озер, на инвестфоруме. Но, к сожалению, пока инвестор не пришел к нам, придет инвестор и будет аквапарк. Светлана Николаевна, расскажите, пожалуйста, о последних достижениях архитекторов Гомельской области. Знаем, что в начале сентября в Минске проходил 11-й национальный фестиваль архитектуры Минск-2015. И в рамках этого фестиваля был конкурс на лучший архитектурный проект 2014-2015 годов. И там в нескольких номинациях зодчие гомельщины отличились, завоевали. Я немножко расскажу о формате фестиваля. В этом году этот фестиваль проходил 3-5 сентября. И самое удивительное было то, что не в стенках каких-то выставочных залах, а фестиваль проходил на открытом площадке верхнего города. То есть эта территория позволила выставить не только замечательные проекты, проекты объектов всех областей, институтов, творческих мастерских, но также и скульпторов. Была представлена удивительная, интересная подборка городской скульптуры. Также свои композиции представили ландшафтные архитекторы. Было организовано очень много мастер-классов с достаточно такими знаменитыми метрами архитектуры. Были созданы арт-площадки для детских каких-то интересных тематических работ. То есть могли самовыразиться и ребятишки, какое они видят будущее в нашем страну, наши города, наши населенные пункты. Ну и, конечно, я хочу сказать, что Гомельская область была достаточно интересно представлена на этом фестивале. И, естественно, что лауреатами этого фестиваля стал Институт Гомель-Граждан-Проект за предложение по жилищной застройке в районе улицы Артема. Также получили почетную грамоту Институт Гомель-Проект за дома КПД в микрорайоне номер 18. — Светлана Николаевна, скажите, каким должен быть архитектором, по-вашему, чтобы он считался профессионалом? — Архитектор — это, конечно, человек должен быть творческий. Он должен уметь мыслить пространственно, чтобы он мог непосредственно иметь художественные математические знания. Это человек, который должен день и ночь думать о том, как создать, как преобразить, как сделать красивее, и функционально то, что он задумал. Ну и, конечно же, это очень интересная, достаточно такая созидательная профессия. И, мне кажется, самое удивительное и необходимое для людей. Я бы от всей души хотела поздравить своих коллег с наступающим Всемирным Днем Архитектуры, пожелать им здоровья, прежде всего, творческих успехов, неиссякаемой энергии и воплощения их всех задумок. — Да, спасибо. Ну, конечно, так рассуждать о профессии, о предназначении архитектора может действительно человек, который на своем месте. Вот, кстати говоря, по итогам работы в 2014 году Светлану Николаевне присуждена премия Гомельского облсполкома «Человек года» в номинации «Призвание». Так что, Светлана Николаевна, мы тоже вас поздравляем с вашим профессиональным праздником, желаем вам здоровья крепкого, счастья, полета творческих фантазий, чтобы вы создавали с помощью вашей профессиональной команды, коллег, новые объекты, которые бы радовали наших жителей нашей области. — И еще больше неиссякаемой энергии. — Спасибо большое. — Всего доброго. До свидания. — До свидания. Партнер показа — сеть фирменных магазинов «Гефест». Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. В эфире передача «Добрый вечер, Гомель». Сегодняшний выпуск посвящен Всемирному дню архитектуры. И у нас в гостях находится заместитель директора по архитектуре Института Гомель граждан проекта Виктор Владимирович Бельтюков. — Виктор Владимирович, добрый вечер. — Здравствуйте. — Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, Всемирным днем архитектуры. Желаем вам здоровья и творческих успехов. — Спасибо. — На 17-м республиканском конкурсе «Лучшее архитектурное произведение 2014-2015 годов», которое проходило в Минске, в рамках 11-го национального фестиваля архитектуры в номинации «Жилые многокэтажные дома» диплома лауреата был удостоен проект вашего коллектива под названием «Многофункциональный жилой комплекс «Аквамарин». Расскажите, пожалуйста, что это за проект и где будет место его дислокации? — Этот проект является эскизным концептуальным предложением по застройке участка территории в границах улицы Артема, переулок Пушкина, верхняя бровка, верхняя бровка откоса набережной. — Вот мы сейчас видим его на экране, правильно? — Да. — Расскажите. — Ну, он представляет из себя комплекс секционного разноэтажного семидвенадцатиэтажного секционного жилого дома и трех высотных точных домов. 14, 16, 18 этажей. Который расположен на стелобате, в котором размещаются… в той части стелобата, которая обращена к пешеходной прогулочной зоне, которая сейчас существует по верхней бровке набережной, общественные помещения. Та часть, которая внутрь жилой территории, решена в виде автопарковки перекрытой-крытой. На стелобате те этажи зданий, которые выходят на стелобат, они тоже не жилые. Там тоже будут размещены общественные… Предлагается разместить общественные помещения, чтобы создать для жильцов наиболее комфортные условия. Те этажи, которые не пользуются популярностью, а дать под общественную функцию. В комплексе подземный этаж занимает паркинг. На стелобате решено дворовое пространство этого жилого комплекса с площадками отдыха, игровыми устройствами. Та существующая прогулочная зона по верхней бровке набережной, она сохраняется, обустраивается и со строительством этого комплекса привносится какая-то более активная функция на эту часть прогулочной зоны. Наверное, у этого комплекса есть два основных достоинства. Это, во-первых, такая необычная архитектурная форма, современная, стильная. И, конечно же, то, что находится возле набережной реки Сош. И прямо открывается живописный вид на реку. Да, да. Вот это архитектурное решение обусловлено местоположением объекта, близостью к реке, подчеркнуто террасным решением этажей. Виктор Владимирович, а чем обусловлена идея создания этого проекта и есть ли шанс, что он притворится все-таки в жизнь? Мы считаем, что центральная часть города Гомеля не имеет, к сожалению, не имеет таких знаковых современных объектов, которые могли бы как-то обозначить наше время, нашу современную архитектуру, нашу современную застройку. Не хватает центральной части. Ну и тут имеется такое выгодное в градусственном отношении площадка, место. Она, в общем-то, в настоящее время занята частью усадебного сектора, которому там не место. Ну, по сути дела, не используется в той мере, в которой она должна использоваться в центральной части города Гомеля. Вот чем обусловлено вот это наше проектное предложение. Создать объект современный, суперсовременный, может быть, где-то как-то, ну и создать центр притяжения, чтобы можно было посмотреть. И в то же время это очень благоприятное место для проживания, для вкладывания денег инвесторам. Элитное. Конечно. Виктор Владимирович, расскажите, пожалуйста, об авторах проекта. Вот я вижу, вы пришли не с пустыми руками. Есть диплом и, мне кажется, медаль, да? Да, я принес диплом лауреатов 17-го республиканского конкурса лучших архитектурных произведений 2014-15-х годов в номинации «Жилые многоэтажные дома» за проект жилого комплекса «Аквамарин». Проект разработан коллективом молодых архитекторов Анной Ильюшина, Сергей Теслюк, Дима Чайков, Дима Скопинов, Татьяна Филатева. Одновременно с дипломом вручается медаль. Такая большая. Большая, да, практически как олимпийская. Да. Виктор Владимирович, высок ли статус этой медали и с чем ее можно сравнить? Ну, вот у вас, телевизионщиков, есть конкурсы «ТЭФИ», «Телевершина», «Телевершина», да. Которые проводятся тоже раз в два года, да? Или каждый… Раз в год. Просто мы больше делаем проектов за год, наверное, ведь меньше времени нужно, чтобы подготовить телевизионы. В любом случае, Саш, важно, всегда все ждут, какими с нетерпениями. Это высокая, значит, награда. Виктор Владимирович, а какие еще проекты ваших коллег были представлены на 11-м национальном фестивале архитектуры? Наш институт участвовал, кроме вот этой номинации, многоэтажные жилые здания, в номинациях «Общественные комплексы», здания и сооружения. Мы представляли офисно-торговый центр по улице Советской в районе гостиницы «Турист». В номинации «Интерьеры» мы представляли интерьеры общественно-культурного центра по улице Ланге, которые были реализованы в процессе его реконструкции. В номинации «Ландшафтная архитектура и уличный дизайн» там работа представляется только в разделе «Постройки». Нам был представлен мемориальный комплекс в студенческом сквере. И в номинации «Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест» детальный план жилой застройки полица Богдана Хмельницкого. Из пяти наших работ признание и награду получила только одна. Ну и то хорошо, молодец. Ведь там много было претендентов, правильно, на все эти награды? Ну да, и лауреаты в каждой номинации только один. Виктор Владимирович, скажите, а уже какой-то интерес проявляют инвесторы к этому комплексу «Аквамарин»? Да, идет запрос дополнительной информации о возможностях этого комплекса, о его характеристиках, показателях, мощностях, которые там возможно реализовать. Ну, я хотел бы подчеркнуть, что это все-таки эскизное решение, концепция. В результате реального конкретного проектирования под конкретного заказчика, инвестора, он будет преобразовываться, трансформироваться, в чем-то как-то упрощаться, усложняться. Виктор Владимирович, история института – это история города. По-моему, так называется выставка, которая у вас работает в институте. Скажите, какие проекты на ней представлены, и, возможно, именно их мы увидим в будущем? Тут, скорее всего, что направленность выставки не перспектива, а ретроспектива. Это наше желание в преддверии 80-летия института вспомнить, с чего все начиналось. Вот, наверное, как раз мы сейчас и видим этот план застройки. Да, ну, это еще относительно свежие проекты. Там у нас есть материалы, которые нам удалось как-то сохранить и 46-го года, начало 50-х, 60-х. Вот мы видим областную детскую больницу. Ну, это уже современность. Это уже современность. То есть на выставке представлена история развития, как город развивался, да? Ну, да. Ну, вот в том первом виде, в котором она открывалась, это была чисто ретроспектива. Чисто ретроспектива. Вспомнить, как оно все начиналось. Потому что сейчас гамильчане живут в тех районах, которые когда-то были только на бумаге. Там у нас есть варианты жилого района Волотова. Вот наши микрорайоны 16-е, 17-е, 18-е, 19-е, они могли реализовываться совсем в другом виде. Ну, в силу разных причин были приняты те решения и построены в тех, в которых сейчас живут гамильчане. Вот, ну, наверное, интересно увидеть, как оно могло бы быть немножко по-другому. У нас есть видеосюжет о том, какие изменения в архитектурном плане ждут горожан в ближайшем будущем. Давайте посмотрим на экран. На сегодняшний день в городе Гомеле разрабатывается три детальных плана. Два из них в исполнении института «Гомель. Граждан. Проект», который, как автор, предлагает наглядный вариант в форме макета вместо плоского графического материала. Также детальный план – это детализация решений генерального плана. Генеральный план предусматривается просто строительство многоэтажной жилой застройки. Но многоэтажная жилая застройка, она не может быть сама по себе оторвана от объектов социально-бытового, культурного назначения. Вместе с многоэтажными жилыми домами для комфортной жизни в жилой зоне планируется строительство школ, детских садов, магазинов, в целом объектов социального назначения. Это детальный план улицы Богдана Хмельницкого, детальный план улицы Ильича и детальный план улицы Добружской. Данными детальными планами предусматривается детализация решений генерального плана. На сегодняшний день данные улицы заняты в основном частным сектором. Возможен поэтапный снос частного сектора и строительство новой многоэтажной капитальной застройки. Так, по улице Богдана Хмельницкого предусматривается строительство домов многоэтажности от 9 до 14 этажей. Таким образом, к примеру, детальных планов с улицей Барыкина с отдельным проектом на каждый жилой дом запланирована постепенная реализация плановой застройки. На улицу Добружскую была предусмотрена подача именно графического материала в виде объемных чертежей и рисунков. Также проработана видеоподача, то есть движущаяся картинка. Виктор Владимирович, скажите, пожалуйста, вот в рамках проекта об изменении улицы Богдана Хмельницкого, где появятся эти 14-этажные, 9-этажные жилые дома? Тут вкралась неточность. Там у нас по Богдану Хмельницкого и 16 этажей, и 18 этажей, и даже 22 этажа. Есть жилые здания, которые мы предлагаем детальным планом. Границы нашей разработки – это улица Островского, которая пересекает Богдана Хмельницкого. Ближе к улице Барыкина – это границы детального плана наших коллег, института Гомель проекта. Мы примыкаем к границе и идем в сторону улицы Полесской, где уже нами разработан детальный план жилой застройки по улице Полесской. Вот в этих границах разработан детальный план. Основной задачей, которую мы ставили перед собой при разработке детального плана – получить застройку улицы достойного областного центра. Виктор Владимирович, большое вам спасибо за ваши ответы. Мы хотим вам пожелать только здоровья, успехов, творческой энергии в вашем деле, ну и, конечно же, воплощения ваших планов. Спасибо. Всего доброго и с праздником вас профессиональным. До свидания. До свидания. В Гомельской области архитекторов готовят лежит в Белорусском государственном университете транспорта. На факультете гражданского и промышленного строительства имеется специальность архитектура. У нас в гостях сегодня... Заведующий кафедрой архитектуры Белорусского государственного университета транспорта профессор Игорь Малков. Ассистент кафедры архитектуры Белгута, заместитель декана факультета промышленного и гражданского строительства Андрей Юров. Студент четвертого курса факультета промышленного и гражданского строительства Никита Зубарев. Здравствуйте, уважаемые гости. Мы вас хотим поздравить с профессиональным международным праздником, Всемирным днем архитектуры. Желаем вам здоровья и творчества. Долголетия. Долголетия. Игорь Георгиевич, обязательно. Обязательно. Как настроение, кстати, в этот праздник? Бодрое, очень. В ожидании этого великого праздника. Это хорошо. Игорь Георгиевич, наверное, к вам вопрос. Скажите, как давно в университете существует кафедра архитектуры и где еще в стране готовят архитектуры? Кафедра архитектуры, это было создано в 99-м году в нашем университете. Весь ход событий подталкивает к созданию этого кафедры, поскольку в то время архитекторов готовили лишь в Белорусском национальном техническом университете. Ранее это Белорусский праздникский институт. Создание нашей кафедры в 99-м году позволило закрыть острую проблему нехватки архитекторов в области, в пары институтах и в административных службах. Кроме нашего, в настоящее время, кроме нашего университета, архитекторов готовят в Брестском государственно-техническом университете и в Полоцком государственном университете. Ну и наш факультет, скажем так. Наверняка с ее появлением, хотя бы частично, но решился кадровый вопрос с архитекторами в области. Более того, он решился не частично, а полностью. Сейчас потребностей в архитекторах в областных проектных организациях нет. Но, правда, этому способствует уменьшение объема проектных работ. Но все равно, значит, наш, скажем так, факультет, наши специальности, мы регулярно выпускаем порядка 45 архитекторов каждый год. И востребованность этой специальности велика. Я приведу пример, что в этом году на 18 бюджетных мест подано было 95 заявлений. О, большой конкурс. То есть все по-старому. Да, сейчас, допустим, не такая острая потребность, но желание получить эту профессию у молодых людей очень велико. А какова система подготовки архитектора у вас? Ну, значит, до 1966 года проведение обучения было 5 лет, в настоящее время 6 лет. Процесс обучения молодых людей, они изучают порядка 36 дисциплин, выполняют порядка 25 курсовых проектов и работы. Достаточно большой объем. Много, да, столько дисциплин. Расскажите, какой вот преподавательский состав, какова квалификация, кто преподается? Спасибо за вопрос. В составе кафедры, который является основным, скажем так, звеном, который готовят этих молодых архитекторов, в настоящее время 25 человек. Половина – это штатные преподаватели, а вторая половина – это люди из производства, которые работают у нас и помогают готовить молодых архитекторов. Самое главное, что мы этим достигаем того, что молодые люди после окончания вуза быстрее адаптируются к потребностям производства, ну, конкретно проектных организаций. В числе этих совместителей – ведущий архитектор Гомельской области. Для этой адаптации какие предметы изучают студенты? Ну, я сказал, 36 предметов. 36, но основные, может быть, по архитектуре. Основные – это архитектурный проектирование, кстати, основной предмет. Вот по этому архитектурному проектированию они выполняют порядка 25 курсовых проектов и работ. Кроме того, они выполняются еще в такие дисциплины, как, допустим, дизайн, интерьер, архитектурная колористика, архитектурные графики, ну и так далее. Это все, что касается потребностей в будущем этих молодых людей. Игорь Георгиевич, ну, как вот известно, человеку, чтобы добиться в профессии каких-то успехов, то есть нужно постоянно работать над собой, пополнять багаж знаний. Вот у вас в университете, после того, как молодые люди получают диплом, есть у них возможность как-то продолжать образование? Да, конечно. У нас придумана эта система. Значит, после завершения обучения в нашем университете, они имеют возможность, те, кто более проявил себя, скажем так, в научном плане, они имеют возможность поступить в магистратуру, обучение в которой, в зависимости от очного года, заочного полтора года, либо после окончания магистратуры поступить в аспирантуру. То же самое, ну, достижение своих научных каких-то амбиций. Скажу, что, допустим, 40 человек, регулярно заканчивающих, в прошедшем году в магистратуру было принято 15 человек. Что такое магистратура? Магистратура, это, скажем так, это вторая ступень высшего образования после этого. Но это, к тому же, еще, скажем, предварительная подготовка к обучению в аспирантуре. Никита на магистратуру тянет? В магистратуру пойдем, Никита. Он еще не придется. В пятом-шестом курсе они уже решают, что надо им. Скажите, пожалуйста, специалистов в ВУЗе вы готовите только для нашей Гомельской области или не только? Да, хороший вопрос. Значит, специалистов мы готовим, скажем так, для восточной части Белоруссии. Наши специалисты, в основном, наши молодые люди уже работают во всех почти большинстве районных центрах Гомельской области. Проект на институтах Мозыря, Гомеля, проект Могилева. В Могилевской области они заполняют вакантные должности районных ракетекторов. Есть уже наши ребята и в Гродненской области, и в Витебской. Но Витебской, правда, поменьше. Потому что там есть полосы, государственные университеты. Приглашают, в общем, востребованы не только в нашей области. Востребованная специальность. Специальность очень востребованная, хотя сложности с трудоустройством сейчас имеются. Как вы оттянете вклад ваших выпускников в формирование архитектуры города Гомеля? Да. Я думаю, что за те, допустим, прошедшие 11 лет, когда начали выпускать наших архитекторов, вклад их уже ощущается. Большинство наших выпускников работают в ведущих институтах города, таких как Гомель-проект и Гомель-граждан-проект. Причем на должностях уже достаточно высоких, чтобы говорить о том, о их вкладе конкретном в эту работу по формированию архитектуры Гомеля. Я думаю, что их со временем вклад будет все более возрастать. Но уже сейчас они основная рабочая сила по архитектуре в этих институтах. Некоторые работы ваших студентов мы сейчас увидим на экране. Организована выставка в учреждении Белорусского государственного университета транспорта. Как можете вообще оценить работу студентов? Насколько это тяжело выполнить такие проекты? Нужны же и творческие полеты, мысли. Во-первых, скажу вначале, что к нам приходит молодежь, которая не может жить без этой профессии. Поэтому говорить это тяжело или легко, это не надо. То есть подготовлены уже все-таки дети, которые выбрали? Нет, еще по этим, вдохновенные. Люди желающие познать эту профессию. Поэтому оттяжести не надо. Это просто их работа повседневная и так далее. Но что касается, допустим, вот проектов. Регулярно проходят республиканские выставки дипломных проектов. И мы являемся постоянными участниками. И наши ребята уже занимают второе, третье и так далее места. Это говорит о том, что уровень их подготовки и уровень проектов достаточно для республики вполне высокий. То есть проявляют себя даже уже в студенчестве очень ярко. Конечно. И вот видно, что создают они как уже существующее здание и сооружение, да? И памятник архитектуры. Такие элементы фантазии. Не только фантазии. В этом плане мы и стремимся, поощряем их фантазии. Потому что все-таки архитектор, кроме того, что ремесленник, он еще и должен быть творцом и какие-то свои мысли вставлять. Андрей Юрьевич, вопрос к вам. Скажите, как вы оцениваете участие ваших студентов-архитекторов в жизни вуза вашего города и в целом области? Активно участвуют в жизни и вуза, и города. Для города примером может служить то, что наши студенты постоянно участвуют в конкурсе эскизных проектов малых архитектурных форм, которые проводятся в Советском районе, в Администрации Советского района, в Администрации Железнодорожного района, занимают призовые места. И потом эти проекты реализуются на практике. Потому что множество тех малых архитектурных форм, которые стоят у нас, в частности, на Аллее Влюбленных в Советском районе, они спроектированы нашими студентами-архитекторами. И в жизни вуза, само собой, тоже. То есть все мероприятия, которые проходят у нас, и творческие, и какие-то общественные действия, везде задействованы. И ребята сами изъявляют желания. То есть их даже не то, чтобы оставлять, они сами хотят в этом участвовать. Никита, вопрос к тебе. В свое время определился с выбором профессии архитектор. Почему именно такой выбор? Не разочаровался ли? Нравится вообще студенческая жизнь? Нет, я нисколько не разочаровался в этом. Мне нравится учиться, нравится все, тут происходит новые впечатления получаешь постоянно. Постоянно на какой-то новый опыт, участие в конкурсах, активная студентов. Активная жизнь вообще в университете проходит тоже. Какие-то интересные мероприятия, там волонтерские какие-то организуются поездки, экскурсионные поездки постоянно организовываются. Очень интересно учиться у нас. А что-нибудь уже удалось сделать в рамках, скажем так, для нашего города Гомеля? Ну да, четвертый курс уже наверняка что-то есть, какие-то твои свои собственные работы. Ну да, я несколько раз отмечался на районных конкурсах, да, у меня несколько есть, так сказать, отметок, что ли, там дипломов. Никита, не скромничай, говори, рассказывай, мы тебе, нам интересно. Ну вот недавно мы делали эскизный проект лыжегалерной трассы, которая будет вот в районе Медгородка. Ну вот там мы заняли первое место. Нам обещали с реализацией этого проекта. Здорово, успехов вам тогда. Успехов, конечно. Уважаемые гости, скажите еще, пожалуйста, несколько слов, как видите дальнейшее развитие вашего вуза? Может быть, расширяться будете? Мы предполагаем так, и это не только инициатива кафедры, но и инициатива руководства университета, что со временем будет такая специальность, как дизайн. Поскольку эти две специальности, архитектура и дизайн, это родственная специальность. И даже предметы, которые мы преподаем архитекторам молодым, они как раз являются, допустим, у нас есть такая дисциплина, как интерьер и дизайн. Есть такой предмет, как эргономика, колористика. Это те непременные предметы, которые должны изучать дизайнеры. И вообще, что такое дизайнер? Дизайнер – это, скажем, архитектора. Архитектор – это тоже дизайнер, только среды, в которой живет человек, то есть города. А дизайнер – это человек отдельных предметов, которые, так сказать, дают им эстетическую оболочку. Поэтому развитие непременно будет архитектура и дизайн. Это точно, я почти уверен, что будет такая здесь специальность у нас появится со временем. Сегодня вот такой праздник красивый, международный праздник, Всемирный день архитектуры, поэтому у вас есть возможность поздравить ваших коллег. Пожалуйста, Андрей Юрьевич Маслов. Андрей, давай. Значит, поздравляю всех архитекторов, всех, кто учится на данный момент, тот, кто работает уже, состоявшийся архитектор с данным праздником. Желаю творческих успехов, развития обязательно, ну и всего самого хорошего. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям, уже вышесказанным, и желаю также своим студентам, коллегам, а также людям, которые уже работают, творческой реализации и новых интересных идей. Ну и от вас, Игорь Юрьевич, как от мэтра. Лучше, чем молодые, не скажешь. Но тем не менее, я скажу, что, конечно, мне хочется передать поздравление всем, состоявшимися архитекторами, тем, кто еще станет ими, чтобы мы посвятили свою творческую жизнь на благо нашего родного Гомеля. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, уважаемые гости, за участие в передаче. Мы вас тоже поздравляем с праздником. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в ваших трудах, новых проектов интересных на благо нашего города, нашей области. И как можно больше новых идей, заслуживающих уважения. Спасибо, постараемся. Всего доброго. До свидания. Что ж, Всемирный день архитектуры подходит к концу, равно как и наша программа. Сегодня архитекторы Гомеля рассказали нам о перспективах развития градостроительства в областном центре. И теперь мы знаем, чего ожидать в ближайшее время. Всех архитекторов, так или иначе, людей, причастных к этой профессии, мы поздравляем с праздником и желаем удачи. Говорят, архитектура – это застывшая музыка. Но если это так, то тогда все архитекторы – это композиторы. И неважно, создают они монументальную классику или повседневные шлягеры. Главное – это нравиться людям. На этом в сегодняшней передаче «Добрый вечер, Гомель» мы ставим точку. С вами была Светлана Князева. И Александр Гамуля. Всем хорошего настроения. Приятного вечера и до скорого. Пока-пока. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин